здравствуйте мои дорогие с вами психолог практики евгения саженцева а также богослов по образованию мы сегодня поговорим на очень интересную тему тему почему очень важно иметь личные границы почему очень важно вовремя сказать человеку нет и эта тема касается нас эмпатов потому что я думаю на канале ведь большинство людей эмпатичные сочувствующие сострадающие мы очень много говорим про нарциссов но сами по себе эмпаты тоже должны работать над собой и должны учиться выставлять свои личные границы учиться здоровому взаимодействию с людьми нам люди мои дорогие есть над чем поработать и меня на это на все вдохновил мой чат который благополучно завершил вчера свою работу и у меня ничего не проходит даром друзья в том плане что я из всего извлекаю для себя пользу и какие-то заключения и выводы которые в дальнейшем будут полезны и остальным то есть я передаю вам свой опыт вы можете применять это в своей жизни у нас в чате иногда были такие темы что ну вот все мы вроде бы здесь все эмпаты откуда конфликты откуда возникает друг с другом какая-то допустим даже вражда или что-то ведь по сути все вот мы собрались здесь все сочувствующие все сострадающие да вот осталось только вот ну царство небесное любить друг друга да нет друзья мы потому что не все так просто в этой жизни и мы все обладаем тем над чем нужно работать и нам нужно многому учиться вот смотрите почему нужно вовремя говорить людям нет почему нужно иногда отказывать людям помогать почему нужно даже добро распределять в меру вот вы когда начинаете чувствовать что вы допустим много выложились много сделали для человека то в один прекрасный момент вы должны задать во первых себе вопрос а приносит ли мне это гордыню и ощущение власти над человеком или все таки это на пользу и нужно ответить себе без каких-то знаете вот без вранья себе так скажем потому что если вы будете врать себе то ничего хорошего из этого не будет и в том числе вот смотрите когда вы начинаете иногда практиковать отказ людям когда они вас что-то просят вы не только делаете пользу себе что но учитесь выставлять свои личные границы когда допустим у вас силы кончаются вы еще и другому человеку делаете пользу потому что я вам открою секрет когда мы другому делаем чрезмерно много добра то в сердце другого возникает щемящее ощущение того что над тобой кто-то стоит превосходный тебя и вроде бы как происходят добрые хорошие христианские вещи помощь другим да но в то же время это огромное поле для того чтобы развиваться внутри нас развивались страсти самые разные страсти дорогие мои от ненависти причем как правило вот смотрите ненавидит тот человек которому делают добро возникает ненависть к тебе и у тебя возникает ощущение гордыни и превосходство над другим когда-то чрезмерно много другому делаешь добро и по итогу вот понимаете внешне картинка может быть просто замечательной а внутри что творится у одного растет ненависть к своему допустим благодетелю доброжелатель и у вас возникает вот это станинская гордыня и когда вы находите в себе силы допустим сказать человеку нет все вот сегодня у меня допустим нет сил делать добро да я хочу немножко отдохнуть понятно что другого человека возможно будет такая реакция да ты на самом деле плохой все ты негодяй такой и вот это вот все обнаруживается что внутри сидела очень глубоко к своему допустим какому-то доброжелателю благодетелю да и вы вместо того чтобы вот на это на все повестись и начать доказывать то нет я хороший нет 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 я помогу вы должны использовать этот момент для своего смирения сказать да я вот не идеальный человек я слабый человек иногда у меня заканчиваются силу да то есть прямо так и сказать да я плохой я с тобой согласен во-первых вам у самого будет ощущение того что с вас как будто груз спался того что вот на вас же возлагали как бы человек который постоянно просит помощи да он на вас возлагает такую планку которую вы должны соответствовать не быть самим собой какой ты внутри сколько у тебя сил да а а под гнетом другого человека который постоянно у вас чего-то просит вы стараетесь быть лучше постоянно лучше и вы во первых гордыня растет и силу вас заканчивается и вот это все производит большие страсти поэтому когда вы чувствуете во первых что вы заканчиваете что у вас заканчивается силу умейте вот в этот момент сказать человеку нет выдержать вот эту агрессию которая возникла в ваш адрес и попрощаться без всякого так так скажем без удивления почему так произошло а почему так произошло вот я вам объяснила почему потому что когда вы чрезмерно другому помогаете допустим допустим как то на благотворительных началах и когда он уже может сам стать на ножки и идти а вы продолжаете ему помогать то возникает ненависть к вам потому что он внутри ощущает что вы всегда в позиции сверху вы как будто некий начальник некий господин да лучше его понимаете зависть возникает к вам и ненависть поэтому когда вы не пытайтесь казаться во первых лучше чем есть рассчитывайте свои силы и не боитесь того что вам скажут да ты плохой да а принимать это со смирением и говорите да я такой человек я не ангел ангелов на земле нет у вас во первых и к самому себе адекватное возникает отношение отношение к себе да что я нет я не идеальный я нормальный и другой начинает понимать какие-то новые для себя вещи он перестает творить себе кумиров он начинает брать ответственность за свою жизнь в свои руки он начинает морально взрослеть то же самое что касается даже детей да потому что если гиперопека над ребенком производится и вы вроде бы хотите сильно сильно заботиться о ребенке все самое лучшее ему давать то ребенок тоже по итогу может вас возненавидеть то есть это во всех сферах так если мы вовремя не умеем отступать да и понимать что мы живые люди что у нас там силы заканчиваются что иногда нужно говорить людям нет нужно отстаивать свои личные границы и вы сами в себе внутри еще должны такие моменты замечать да вот вы из какого принципа делаете из того что чтобы потешить свое эго и сказать что я хороший или из каких-то других побуждений поэтому вот это такие тонкие моменты которые в себе нужно замечать нам эмпатам все закончили мы тему о нарциссах нет конечно на канале еще есть и будет тема об НРЛ но гораздо важнее понять что даже между эмпатичными людьми во взаимодействии могут происходить ужасные страсти и гордыня и зависть и ненависть если мы не будем воспитывать в себе здоровые личные границы здоровые адекватные отношения к своим силам и к другим чтобы из нас не делали кумиров да и чтобы мы не позволяли другим ездить на нас понимаете это все взаимосвязано потому что любая чрезмерность в жизни порождает зло мы всегда должны искать золотую середину в отношениях с людьми и не бойтесь этого ощущения что вас посчитают плохим обычно обычно люди начинают вас ненавидеть если вы слишком много добра для них сделали опять же по этому же принципу потому что они ощущают что вы над ними вы где-то сверху поэтому не нужно чрезмерно кого-либо баловать нужно во всем иметь золотую середину друзья мои и человек осознанный он к этим мыслям рано или поздно приходит и даже вот такие вот отношения где вроде бы как пробежала черная кошка но если вы эмпаты вы можете посидеть и порассуждать вместе да на эти вопросы и распределить например в отношениях ваши обязанности да когда кто-то слишком много старается а кто-то просто перестал замечать допустим что вы для него делаете вот это чаще всего женщин касается потому что мы очень много в жизни на себя берем в отношениях то есть мы как и домохозяйка и воспитатель детей и и работаем в том числе деньги зарабатываем и если мы не будем говорить допустим своему же самому мужчине не всегда нарциссу а даже эмпату что дорогой мой сегодня мне надо отдохнуть погуляй сегодня ты часик с детьми мне нужно отдохнуть если мы это не будем говорить то нас и не поймут что что мы устали если мы не будем ртом произносить такие вещи и не бойтесь при этом показаться там плохой женой нет это нормально когда мы другому даем понять что-то когда мы разговариваем когда мы признаемся в каких-то своих слабостях потому что эти слабости есть у всех никто не робот который способен без отдыха жить и так далее поэтому вот смотрите неумение сказать нет это не есть добро это не есть благодетель это не есть служение во славу божию если вы просто боитесь того момента что вас посчитают плохим если вы просто боитесь отказать поэтому вы следите во первых за своим сердцем если вы уже устали и у вас нет сил вы должны через смирение через признание того что вы никакой не ангел а вы обычный человек сказать человеку правду и в том числе чтобы и у него к вам не возникало ощущение того что вы какой-то ангел небесный кумир там у которого бесконечные силы давайте двигаться вперед давайте уважать друг друга и раз уж мы все эмпаты будем относиться с пониманием того что у другого человека тоже могут быть слабости даже если он идеально хороший добрый нет идеальных людей на земле сколько раз я это говорила вот как только вы создаете себе кумира в жизни какого-то идеального бог уходит из вашего сердца вы уже не служите богу вы уже занимаетесь человекоугодием поэтому я вообще не особо то верю в добро ради добра вот особенно когда вы берете плату допустим за свои услуги хотя бы минимальную то у вас уже это вот гордыня она уже какие-то меры имеет то есть вы не впадаете в такую гордость это нормально там за свою услугу попросить деньги иногда отказать это все нормальные вещи я считаю что так или иначе любой даже негативный опыт человеку который умеет заниматься самоанализом может привести к каким-то хорошим плодам и там где вам кажется что вы упали вы на самом деле выросли на ступеньку куда-то к новому осознанию к новым взаимоотношениям и любой так скажем может быть кажется конфликт он на самом деле может выстроить вашу личность в новую и более адекватную так скажем так что двигаемся только вперед становимся осознанными учимся выставлять свои личные границы и иногда отказывать людям принимаем свою уникальность все свои недостатки и достоинства разумно спасибо вам если вам нужна личная консультация телефон в описании видео все вот все на в так вы увидите